Итоги уходящей среды Жители подъезда эвакуировали, спасатели устраняют последствия ЧП. СК возбудил уголовное дело. Подробности происшествия. Копейка, рубль бережет. Обл. исполком проводит конкурс для бизнесменов. Как поучаствовать и что обещают победители. Крестный ход, открытие музея и ярмарка с национальным колоритом на выходных в Белынщик пройдет день белорусской письменности. Это праздник, который объединяет любителей родного слова. Чем еще удивят гостей и как изменился город? Обязательная сортировка мусора, уборка картофеля и подарок на прощание. В Бобруйск вернулась летняя погода, как долго продержится жара. ЧП на Лыньково. Поздно вечером, 1 сентября, в одной из многоэтажек произошел взрыв бытового газа. Пострадал хозяин, 54-летний мужчина. Он госпитализирован в больницу с диагнозом термический ожог пламенем, 1-3 степени, 60% тела. Состояние тяжелое. На место происшествия прибыл и мэр Александр Студнев. Подробнее Максим Кембель. Все произошло в начале 12-го ночи. Большая часть жильцов была дома, спала. Да, я услышала взрыв. Даже сколотнулся, вот квартира сколотнулась. И звон стекла посыпался. Я вышла на балкон, смотрю, тут пожар, вот в полисаднике человек лежит. Я сразу не поняла, что. Люди начали собираться, кричали, выбегали дети. А через пару минут подъехали уже пожарные, несколько машин скорые. По информации следственного комитета, 54-летний хозяин одной из квартир включил газ. Итог – взрыв. Повреждено имущество, выбиты оконные и дверные блоки. Перекрытие комнаты образовалась трещина. Мужчина получил ожоги 60% тела. Его госпитализировала скорая. Состояние тяжелое. Кого живут? В этом подъезде, в третьем. Вон, в Радом, первый этаж. У вас ничего не пострадало? Ну, вон балкон вырвало. Взрывная волна не пожалела. Рядом стоящий автомобиль и стекла от них теперь по всему асфальту. Также на месте ЧП работают коммунальные службы города. Специалисты оценивают ущерб, нанесенный людям. На место происшествия прибыл и мэр Александр Студнев. Власти города приняли решение – людей отселить. 26 в гостиницу юбилейной, еще 31 человека к родственникам. Люди разных возрастов. И молодые, и постарше. Всем была оказана и первая медицинская помощь. Работал с нами психолог с МЧС. Размещены все, обеспечены трехразовым питанием. Хорошие люди здесь работают. Внимательные, заботливые. Вот сколько будет, каждый пульс приходит, как давление. Как то, как это. Сейчас на месте ЧП работает следственный комитет. Проводится осмотр места происшествия. Допросы жильцов дома устанавливаются обстоятельства, предшествовавшие взрыву. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное общественно опасным способом». По информации следствия жертв удалось избежать. Максим Кембель, Дмитрий Шевцов, Бобруськ, 360. Стали очевидцем происшествия, бьетесь над решением наболевшей проблемы. Есть эксклюзив. Корреспонденты Бобруськ, 360 готовы выехать на место событий прямо сейчас. Телефон горячей линии на ваших экранах. В стране выздоровели выписаны из больниц 70 тысяч 900 пациентов, которые перенесли коронавирус. Зафиксировано свыше 72 тысяч человек с положительным тестом на COVID-19. Врачи провели без малого 1 миллион 544 тысячи тестов. Эти данные приводит Минздрав. Республика Корея предоставит поддержку учреждениям социального обслуживания Беларуси для минимизации распространения коронавирусной инфекции. С предложением такой помощи обратилось иностранное посольство. Планируется предоставить нашей стране около 10 тысяч долларов. На эти деньги закупят оборудование, которое необходимо соцработникам. Конкурс инвестиционных проектов для субъектов малого бизнеса объявлен в Могилевской области. Победители получат субсидии для частичного возмещения выплат по банковским кредитам или договоров в финансовые аренды. Поощрение предусмотрено для тех, кто выпускает продукцию для энерго- и ресурсосбережения, внедряет новые технологии, планирует создать либо расширить производство. Обязательные условия для предпринимателей создания новых рабочих мест. Документы на участие в конкурсе принимает Комитет экономики Могилевского обл. сполкома. Срок подачи до 30 сентября. Уборка картофеля, план по энергоэффективности и обязательная сортировка. В стране заработали новые правила по обращению с коммунальными отходами. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. В Беларуси началась уборка картофеля. К процессу подключились все области в лидерах Могилевская и Витебская. Там с одного гектара собирают 455 и 344 центнеров корнеплода. Всего белорусский хлеб произрастает на 25 тысячах гектаров. Национальный план действий по энергоэффективности сроком до 2030 года разработан в Беларуси. Программа создана по шаблону Евросоюза с корректировками, основанными на белорусской практике. Задача – снизить потребление топливно-энергетических ресурсов и, как следствие, сократить энергоемкость ВВП. Среди планируемых мероприятий – оснащение домовладельцев приборами учета электроэнергии и газа. С 1 сентября вступил в силу Технический кодекс правила обращения с коммунальными отходами. Теперь пластик, бумагу, стекло и остальные отходы должны вывозить с контейнера их площадок разные мусоровозы. В противном случае – штраф. БРСМ запускает молодежный проект для отличников. Участвовать могут учащиеся старше восьмого класса, которые в конце четверти получили по одному из школьных предметов оценку в 10 баллов. Правила таковы. Необходимо опубликовать селфи со страницей дневника в соцсетях с хэштегом «Моя первая десятка». Все участники получат подарок от Союза молодежи. Большой театр Беларуси готовит сезон дебютов. Примерный балет «Пергюнд» Эдварда Грига покажут на большой сцене 8 сентября. Из новинок – оперы «Виллис и Фатум», «Фауст» и «Пиноккио для детей». Также зрители увидят новую редакцию балета Петра Чайковского «Щелкунчик». Первым было слово. День белорусской письменности пройдет на выходных. Культурный праздник в этом году состоится в Белыничах. Культурная программа стартует в субботу вечером. Участники Республиканской научной просветительской экспедиции «Дорога к святыням» совершат крестный ход по улицам города. Также запланированы встречи с белорусскими и зарубежными писателями. В воскресенье пройдут презентации печатных изданий. Среди экспонентов и делегация нашего медиахолдинга. Могилевский областной исполнительный комитет, национальный организационный комитет сделал все для того, чтобы этот праздник был интересен всем. Всем гражданам нашей страны, всем гостям, которые приедут на нашу землю. Потому что это праздник, который объединяет любителей родного слова, родного языка, родной культуры. В Белыничах презентуют новый именной музей Белыницкого «Берули» с обширной коллекцией работ всемирно известного живописца. Гостей праздника порадуют блюдами национальной кухни. Торжество развернется на более чем 15 точках. В дальнейшем эстафета Дня белорусской письменности будет передана Копылю. Сегодня в город на Березине вернулось лето. Солнце светило буквально весь день. Жару разгонял юго-восточный ветер. После прохладного вторника воздух разогрелся до 28 тепла. Надолго ли тренд? Это Анастасия Пахлёстова. Завтра в стране снова похолодает. В центральных и восточных регионах прогремят грозы. Пройдут дожди. Синоптики объявили желтый уровень опасности. Ночью и утром возможен слабый туман. Температура воздуха в темное время суток составит плюс 15. Днем потеплеет до 24. Раскаты грома обычно сопровождаются молнией. От нее нельзя прятаться под деревом. Держать в руках металлические предметы, например, зон, тоже не стоит. Лучше зайти в помещение и переждать непогоду. Тем временем в Южной Америке горит Амазония. Только в бразильской части зафиксировано более 30 тысяч лесных пожаров. Из-за неграмотной вырубки растительности огонь распространился и на поля, которые появились на месте бывших джунглей. Ученые прогнозируют, что с таким уровнем негативного техногенного влияния на природу к концу столетия от памятника природы останется лишь кусочек леса. Северная Каролина, наоборот, страдает от наводнений. Бедствие парализовало движение транспорта. Двое детей пропали без вести. Стихией нанесен ущерб домам. Пожарные отреагировали на десятки звонков от местных жителей с призывами о помощи. Завтра в Бобруйск снова вернутся дожди и прохлада. Небо затянут облака. Возможно, гроза. Ветер северо-западный. Скорость 2,4 метра в секунду. Столбик термометра ночью покажет плюс 17. Днем потеплеет до 21. Анастасия Пахлестова, Максим Галеонко. Бобруйск, 360. Это все из событий к этой минуте. Следите за новостями в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин